Об этом сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву на агропромышленной выставке «Золотая осень». Она открылась сегодня в Москве на ВДНХ. Председатель правительства идеи заинтересовался, ведь собственная селекция – вопрос стратегический. Сейчас на Кубани и за рубежа ежегодно закупают около двух миллионов саженцев. Сегодня мы на Кубани высаживали 5,5 миллионов саженцев. 70% из них, конечно, импортный. Подбой или наполовину импортный, подбой тоже импортный. У нас есть институт судоводства Виноградовского. 6 тысяч гектаров. Он готов к тому, чтобы сегодня стать центром селекции. Качество-то он дает? Сегодня он ничего не дает, потому что сегодня он только ваша поддержка для того, чтобы там создать элекционный центр по с удовольствием и иметь свои отечественные. Максимально мы готовы по принципу селекции. Напишите. Хорошо. Спасибо. До встречи. Спасибо. На агровыставке «Золотая осень» Краснодарский край уже подписал одно соглашение. Совместно с Росрыболовством в регионе займутся восстановлением рыбоводческой отрасли на Азовском и Черноморском побережьях. Запасы ценных промысловых видов рыб снижаются, к примеру. Только судака в Азовском море за последние 10 лет стало меньше в 9 раз. Воспроизводство рыбы, в сути, у нас принципиально важно, потому что будет рыба, будет переработка, будет перерабатывающая рыбная промышленность. А для нас это, конечно, огромный рывок по тем районам Азовского побережья, где раньше была рыбная переработка, сегодня ее не стало. Пришло время объединять усилия с тем, чтобы совместно занимался этим и федеральный центр, и администрация Краснодарского края. И это вопросы, конечно, связаны, основные, это воспроизводство, конечно, биологических ресурсов, конечно, вопрос аквакультуры. Действительно, это перспективное направление Краснодарский край здесь у нас один из лидеров по развитию марикультуры и товарного рабоводства. В Москве трое кубанских аграриев получили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Награды лично вручил Дмитрий Медведев. Их удостоились глава крестьянско-фермерского хозяйства Роман Ковалев, главный агроном Виктор Вихтевский и генеральный директор молочного комплекса Владимир Ященко. Продолжение следует...